Я буду просить, чтобы нам помогали, это такие люди, типа добровольцы, сейчас, если послушайте сначала, вы поймёте, потому что творится невообразимое. Мошенничество не огромное, нет. Оно сделало, вот есть такое выражение страшное, оно проникло во все поры нашей жизни. Два из них главных, это мошенничество с саженцами, миллиарды, и в ответ ни одного яблочка, ну и сами знаете, это медицина, и всё, что с ней связано. Вот, то есть мы должны все уже быть здоровыми, до 150 лет прожить. Вот пока эти две темы, до медицины я ещё доберусь, но не скоро. Я начинаю вебинар. Нет, всё, вы начали, понятно. Спасибо. Так, сейчас поймёте, о чём речь пойдёт. У меня всё подряд, специально, как каждая фотография, новая тема, скучать не дам. Значит, я два десятка персиков, моих родных, это хасадский. Вот, значит, здесь вы видите только четыре из них, способ поняли, холмик, на холм надевается, сам саженец почти горизонтальный, вот там где-то под снегом, потому что пол саженца торчит дальше коробки, за коробкой. И я не стал дальше, мог засыпать ещё и метровый сугроб сделать, но я этого не делал принципиально. Я начинаю отбор с первого года любого дерева, потому что я их себе решил оставить. И что я получил? Два мёртвых, два живых. Вот, то есть уже о приравных условиях, подчёркиваю, приравных. То есть даже одного сорта, даже персики, которые, казалось бы, в очень уютных условиях пережили зиму, оказались всё равно разные по своему характеру. Одно из главных из них критериев – это морозостойкость. Вот, тут сейчас не о морозостойкости, не о зимуостойкости, не о других качествах, в чистом морозостойкости. Два из четырёх. Считайте неудача, а я считаю удача. Вот, теперь у них более благоприятные. Они практически могут жить без укрытия, но я в таких случаях говорю, или садим вертикально. Вот, чтоб меня не мордой тыкали, железо против обрезки, делайте специально обрезку для персиков. Он верховый мутик, он верховый мутик, и пусть расплачивается под землей. Почему ещё расплачивается под землей, ещё другая причина. Скажу о ней, когда попадётся в соответствующую фотографию. Вот. Идём дальше. Паразитарное жуткое слово, паразитарная прививка. Подлее такой вещи в жизни с ней нет. Я сейчас объясню, почему я не могу её оставить в покое. Значит, смотрите, вначале делается вот такая страшная рана. Заметьте, это Россия. Мне кажется, и в Украине, и в Белоруссии, и даже в Голландии это было бы смертельно. А здесь Россия, матушка. И вот, пожалуйста, кто-то повторит очень подробный фильм. Сейчас поймёте, зачем я зациклился на этом. Следующий этап. Делается разрез, вставляется что? Верхушка. А вот интересно, вот эта дама, она хоть раз в жизни довела? Вот такой вот прививку до плодоношения. Так, уже горячее. К чему я скажу? Третье фотографии, понятно. Обмотали. Вот там он, за верхушкой, за этой, замазали. Ну, как бы не замазали. Вот скажите мне, вот замазала каким-то варом, по-моему. Скажите, от мороза защитила? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это я, это, как бы сцена из трагедии. Трагедию надо специально уже эти делать. Ну, если же не вы сад Чехова. Ну, кто-нибудь сделает или не сделает такую же пьесу, такой же роман знаменитый. То есть, где будет вот это вот, когда вот это один будет показывать, и другой будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, а зал будет хохотать. Заметьте, не плакать, а хохотать над этой глупостью. Но я не всё сказал. Что такое нужные добровольцы? Итак, в двух местах они нужны, второй пониже. Я расскажу. Значит, дело вот в чём. Смотрите. Мы берём, начинаем так. Там было написано, какое слово, паразитарная прививка. Я так и набираю. Пара-а-зи-тар. Мне надо найти именно этот самый, именно этот ролик, с которого я, глядя на экран, сделал фотографии. Чтоб меня не обвинили ни в чём. Вот наша дама. Вот она, видите? Я не хочу показывать крупный план. Мне стыдно за неё. Потому что невежество для чего? Вот полчасовой фильм и «Сребряньки» заработаны. Вот, видите? Вот эти два верхних фильма, это они. Главное, лучший. Самый свертельный из тех, которые я видел в своей жизни. Раз. Прешпандорила верхушку. 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 Два. И она это назвала лучший способ для начинающих. Вы представляете? С тысячи, тысячи, тысячи начинающих купятся на это, потеряют и прививку, потеряют и дерево. И, по крайней мере, вот такую ветку. Но это ещё не всё я сказал. Но дело в о чём. Если взять вот так вот, вот она. Только я не буду просмотровать. Я, видите, сразу нажал вот эту самую. Как её назвать-то? Господи. Сейчас вот. Ой, не хотел её показывать. Не хотел. Пусть живёт. Так вот, видели эту даму мельком? Значит, любой наберёт паразитарная прививка, увидит этот фильм, нужен один, два, три, лучше десять добровольцев. Они ей напишут. Это же прямая связь, она же пишет для того, чтобы это, как сказать, лайки и прочее хернёй. Надо. Кстати, лайки, это, конечно, не херня. Вот. И тогда, значит, вопрос, пройдёт какое-то время, месяц пройдёт, должна прививка пойти в рост. Осенью показать, а вдруг жива. Зима прошла, и в весна следующая. Пусть бы она показала нам эту прививку. Кто-то может с ней наладить связь, сказать, что это вызывает сомнение, что я там, Иванов Иванович, вас уважаю. Вот. На железо можно не ссылаться. Вот. И прошу вас повторить через месяц. Ну, на Ваде связь легко. У меня уже есть все же данные. Вот как у меня. Всё есть. Телефон, и сайт, и электронный адрес. И вы спросите, что и в WhatsApp, и этот, и Google. Ту, чего у меня только нет. Поэтому поддержать за ней связь и дойти до конца. Пусть она следующей весной, ровно через год, год и месяц. То есть, день в июне 24-го года покажет, что у неё получилось. Но я заранее знаю, что получилось. Вот. Я ещё раз говорю, я такой смертельной обрезки не видел в жизни. Я железо. Тот человек, который разными способами привил больше 30 тысяч. Это 30-40 тысяч деревьев. Имею право иметь своё мнение. Только после этого. Она-то для новичков. Пожалуйста, найдитесь, кто с ней... Это же так легко. Паразитарный прививок. Вот она видео. Установите связь. Это только один пример. Я таких примеров приводил, кто бы пробежался по 290-м вебинарам, по 290-м моим, и не только вебинарам, параллельно ещё тысячи фильмов. И везде одно и то же. И вот, когда берут смертельно больное дерево и начинает его лечить. Так? Чтобы оно ещё быстрее сдохло. Извините за выражение. Не умерло, а сдохло. Вот. И таких примеров множество. А с ними же можно связь остановить? Ведь они же берут посреди лета садят дерево, садись откуда-то берут. Вот. Таком становясь задом к нам, чтобы мы не видели, что у них корни осыпались с горшков земля. Или в другом случае это дебильнейшее замазанное это. Я ещё не раз покажу. Глиной замазаны бедные эти корни несчастные. И всё это выдают за истину, что иначе нельзя. Вот. Нам нужны такие люди. Почему? Мы много на себя взяли. Но если мой Сергей Железов сын сидит по 12 часов на кране, смена днём, смена ночью, много с него можно взять. Вот. А сколько людей сидит? Миллионы сидят и не знают, даже бывает, чем заняться. Я предлагаю благороднейшее дело. Вот таких людей. Спокойно, бегите. Не так, как я называю смертельным. Уважаю, я Иван Иванович, пожалуйста, уважаемая там Мария Ивановна или Надежда Петровна. Да, я хочу посмотреть судьбу, потому что сомнения возникли. Ведь это страшная рана. Это же всё замёрзло, чёртую матерь. Ведь половину ветки взять, и это, ну, это не укладывается. А ведь она же, что это лучшая. Вот. Вторая тема. Нет, эта же тема. Вот смотрите, чем отличается железо. Это фотография из сада Чернобаева. Есть фотографии ещё с нескольких садов, так? Вот. Все они объединены. Чем? Каждая веточка начиналась от меня. Я тоже где-то доставал. Вспомните Украину, вспомните эти посылки, вспомните Чернышова, учёного. Заметьте, гордо говорю, я друг, я дружил с Царством Небесным с Чернышовым из Саратова. Это о чём-то говорит учёный-агроном. Уникальнейший человек, учёный. Вот. И тогда я имею право вот таким менторским тоннам говорить. Значит, в чём противоположность там, где больше вы... Конечно, я знаю наперёд. Никогда вы больше не увидите вот эту ветку искалеченную. Никогда. Я тебя заранее знаю. Но кто-то должен к нам сказать. Вы знаете, попытки мои добиться того, чтобы она фотографию июльскую, августовскую, перед зимой, хотя она должна к зиме-то уже вызреть. Согласны? Вот. Поэтому мы с вами должны прийти в следующий этап. Почему? Мы теряем людей. Завтра понятия относительные несколько колец и всё равно выйдём. Вот. Успеть. А теперь получается так. Почему я не болту? Это когда-то синенькие-синенькие плоды получились из моих веточек. Он уникальный садовод. У него руки какие-то особые энергетические. Он художник. О этом всё сказано. И вот он у меня. Это его фотографии. Вот он у меня веточки взял. Проходит время. Здрасте, пожалуйста. Вот. Почему я продолжаю эту линию? У меня есть фотографии. Внимание. вот это. Видите эту венгерку, да? Это с Украины. Нет учёных. Вот. Это венгерка соросинская. Так, с Украины, подчёркиваю. А вот эта дама, это моя племянница, позирует, чтобы видно было, что это в моём саду. Я не крал эту фотографию в интернете. Я же не мог племянницу украсть. Вот. Или в Крыму фотографию делать. И так. Получилось так. Потом так. Потом так. И это ещё не всё. Я каждый год вам показываю. Наконец, пропускаю несколько лет, вспоминаем. Уже я хотел повторить феноменальный результат у Чернобаева. Пришлось на камеру нам обоим клясться, что у Железова вот такие. Что у Железова никогда таких не было. Что она получилась сама собой. что это вегетативный гибрид. Вот. За который я пока только по морде получаю. Ах, химера, ах, это самое. Ложь, мошенничество. Вот она, ложь, налицо. И тогда я говорю, что я продолжаю эту линию. Начиналась Украина. Молодое дерево в моём саду. Приезжает Чернобаев. Чик. Так, потом так. А потом Железов уже третий год. Он же меня надоумил. Мне бы в голову не пришло. И обжёгся, прививая абрикосы на сливы. А сливы на абрикосы. Почему? Короткий век. Добивался уже 10 лет. Уже плодоносили абрикосы на сливах. Всё равно умирает. Ну, мало 10 лет. Понимаете? А надо было продолжать. У меня ни сил, ни времени, ни здоровья. Уничтожен мотоциклистами целый сад 5 гектаров. Всё, что потом, всё, что все мои зарплаты, институты эти, заводские, всё прахом, всё, одно, только пепел. Вот. И эта линия прервалась. Поняли? Прервалась. А когда Чернобаев сделал то же самое, только вместо моих, это учёба, ребят, это истина, вместо моих гринклодов, ну, эти же самые, эти, сливы китайские, это же гринклоды, а вместо них он взял, привил венгерки на абрикос, и у него это получилось, я сказал себе, гражданин Чернобаев, я догоню и перегоню. Вот эта фотография сделана, когда, позавчера, видите, это уже второй год, первый год, второй год, плодоношение, первый год, что дал, синие, с розовыми пятнышками, то есть, что-то среднее, а будем смотреть, а вам не интересно, а я же не нарвал этих фотографий в интернете, я вам показываю живую историю, ещё одну, прошу добровольцев, чтобы отследили там, где учат людей убивать, нет, конечно, в счёте, людей убивать, не бой своих садов, и люди будут дохнуть, из-за этой отравы, 40 обработок за короткое лето, вот так вот, а вот здесь истинная история, я вам про этот всё рассказал, пройдёт два месяца, три, я вам покажу, желтеет или нет, разомерет или нет, разве не интересно, а потом, что вы у меня скажете, Валерий Константинович, вот, запомните, я, Железов, ни разу в жизни не торговался с крупнейшими учёными, которые вынуждены были продавать черенки, вспомните Сычёва самого Александра Ивановича, один из крупнейших учёных, Сычёв, ну, кто не знает Сычёва, а, так вот, я всегда письма писал, письме, бывало, если знал телефон, в телефоне писал, волшебную фразу, плачу любые деньги, и никто ни разу с меня не требовал огромных денег, нормальные деньги платил и получал посылки-черенки, чаще всего гнилые, потому что учёные много, что могли, а вот выслать, чтобы дошли свеженькими, это тоже, многим было не дано, вот, но, я ещё раз говорю, вот, каждое дерево имеет свою историю, мы будем параллельно вести, я прошу помощи, вот, вот я сказал, паразитарная прививка, видели, установите связь с этой дамой, пожалуйста, найдите время, это, чем просто по просторам интернета пытаться, вот ещё пример, это прививки делал Сергей Железов, вот, ну, начиналось с этого, что я сделал, я взял, сфотографировал, это опять было, в этом месяце, недавно, так ведь, потом, через месяц будут сняты, эти, как, потом она начнёт расти, я опять сфотографирую, в следующем году опять сфотографирую, до тех пор, пока не будет, а это чудо из чудес, я хочу, не просто, затронуть, можно сказать, профессиональный этот, меня обошёл Чернобаев, ничего, меня обойдёт Железов, сын, представляете, какие чудеса здесь ждут, вы хоть знаете, какие здесь сорта, ага, давайте дождём, по отношению, вот, теперь, у меня, важное событие, если Илья Александровна Савинич, это, моя духовная дочь, а если она, я это самое, считает себя, её духовным отцом, то каждый её успех, это успех нашей команды, вот очередной успех, золотая медаль, производитель Яблочный Спас, это их компания, Красноярская, где они в это заработали медаль, правильно, в каком-то там, заурядном, в полициональном городе, в Санкт-Петербурге, поняли, придёт время, и Красноярск будет, этим самым, главным городом, если вот таких, как, моя дочка, значит, Савинич, мой сын, Железов Сергей, ещё несколько человек, когда-то, всё-таки, получат поддержку от государства, чтобы она продавала, не по селу, а занималась вот этим, но не так, как это единичный случай, одно дерево на планете, вот, а чтобы таких деревьев было сотни, тысячи, и пошло по всей России, вы знаете, какое это чудо, жена нашего, Леонида Дмитриевича, вот, использует его, как лекарство, вот эти плоды, вот эту, мякоть этих плодов, вот, как лекарство, это не шутки, вот, поэтому, поздравляю, поздравляю, так сказать, с одной стороны, с другой стороны, еще, пройдет время, окажется, еще год жизни потерян, вот, хотя постила это, да еще, постила брусники с кедровым орехом, наверное, это уникальная вещь, наверное, это надо, вот, но кедровый орех, тайга, брусник это тайга, возвращаемся в сад, но все-таки поздравляю, хоть и морчу, дочка, но поздравляю, вот, по крайней мере, лишний раз убедился, не пропадешь, в этом мире, брусник, антен Aleкс, бурсник, просдравляю, з nogутник, ξостравообед funded, букваplätze подруч MIL со мной и сением length, на это weeks, чемп July год,